Год назад на этом месте был освящен закладной камень будущей часовни в честь святого апостола Андрея Первозванного. Строилась она на собственные средства атамана Новоскольского хуторского казачьего общества Алексея Новикова силами самих станичников. Также здесь когда-то возводили и казачий стан Сосновое, ставший теперь центром притяжения белгородских казаков. Пять лет назад здесь вообще ничего не было. Они пришли, посмотрите, какая база. У них здесь постоянно дети крутятся, всегда здесь проходят какие-то мероприятия. Вот решили все-таки часовню построить, построили. Вот эта воля казачья, вот это вот стремление казачья, это, естественно, это присуще Новому Осколу. Это новоскольцы молодцы в этом плане. Именно в Новом Осколе прошел первый совет атаманов во главе с новым лидером Юрием Хлудеевым. Его идея объединить всех белгородских казаков. Есть, так сказать, общественные организации, которые симпатизируют казачеству, но они должны войти в войско, допустим, там, наше, да, центральное войско. Ну, для этого нужно что? Согласиться с нашим уставом, войти в реестр и уже работать на развитие казачества на территории Белгородской области. А вновь освященная казачья часовня в честь святого апостола Андрея Первозванного должна стать символом единения. Мы соберем обязательно, все белгородское казачество, мы соберем на этой земле, постараемся, чтобы, ну, как объяснить, чтобы видно было, что мы объединились, что люди православные живут не только там какими-то своими земными идеями, своими заботами, но еще немножко мы, как духовно, да, правильно ребята говорят. Елена Голотовская, Игорь Доценко, новости мира Белогорья. Год назад на этом месте был освящен закладной камень будущей часовни в честь святого апостола Андрея Первозванного. Строилась она на собственные средства атамана Новоскольского хуторского казачьего общества Алексея Новикова силами самих станичников. Также здесь когда-то возводили и казачий стан Сосновое, ставший теперь центром притяжения белгородских казаков. Пять лет назад здесь вообще ничего не было. Они пришли, посмотрите, какая база. У них здесь постоянно и дети крутятся. Всегда здесь проходят какие-то мероприятия. Вот решили все-таки часовню построить, построили. Вот эта воля казачья, вот это вот стремление казачья, это, естественно, это присуще Новому Осколу. Это новоскольцы молодцы в этом плане. Именно в Новом Осколе прошел первый совет атаманов во главе с новым лидером Юрием Хлудеевым. Его идея объединить всех белгородских казаков. Есть общественные организации, которые симпатизируют казачество, но они должны войти в войско, допустим, наше центральное войско. Но для этого нужно согласиться с нашим уставом, войти в реестр и уже работать на развитие казачества на территории Белгородской области. А вновь освященная казачья часовня в честь святого апостола Андрея Первозванного должна стать символом единения. Мы соберем обязательно, все белгородское казачество, мы соберем на этой земле, постараемся, чтобы, ну как объяснить, чтобы видно было, что мы объединились, что люди православные живут не только там какими-то своими земными идеями, своими заботами, но еще немножко мы как духовно, да, правильно, ребята говорят. Елена Голотовская, Игорь Доценко, Новости Мира Белогорья.